Играющие в темноте, так называют этих спортсменов. Они действительно ничего не видят, но очень хорошо слышат. Поэтому под ногами у них не обычный футбольный мяч, а так называемая погремушка. Благодаря специальной звуковой системе с металлическими шариками, игроки определяют местоположение мяча. Бьют, как говорится, не глядя, а куда подсказывает вратарь. Это единственный зрячий игрок на поле. А вот форма у футболистов обычная, отличается лишь одна деталь – повязка на глазах. А под ней еще и специальные наклейки, чтобы спортсмены с разной степенью слепоты были в равных условиях. Андрей, игрок московской команды и своих 15-ти, 9 лет живет в полной темноте. Зрение пропало резко, а по какой причине – не знают даже врачи. Говорят, все на генном уровне. Но футболист не отчаивается, и в этом ему помогает любимая игра. Здесь ребята все отзывчивые. Мы уже подружились давным-давно. Ну и как бы сейчас у нас своя вот такая тусовка. Правда, немного не такая, как у всех, но все равно. В том круге мы играли… Я забил 9 мячей. Сейчас вот за 2 игры 3 гола – это более чем достаточно. И в принципе я стремлюсь только к большему. Это второй и итоговый круг чемпионата. Буквально через неделю здесь назовут имена чемпионов. Игроки рвутся к победе. Но, отмечают тренеры, дело далеко не в распределении мест. Вот такие игры, такой спорт помогает ребятам, скажем, и найти себя, именно сориентироваться, лучше играть, находить себя в пространстве. Так как они находят себя на площадке, чувствуют и человека, чтобы не столкнуться, там, скажем, травму не получить. Ну и потом это переносится, естественно, в жизнь. По правилам этого футбола зрители должны соблюдать тишину, чтобы футболисты слышали друг друга. Совершая маневр, игроки все время выкрикивают одно слово – бой. Так они обозначают свое местоположение. В противном случае столкновение неизбежно. Такие активные, уверенные во время матча – вот так, будто дети, они уходят с поля. За пределами которого без поводыря им не обойтись. Правда, приехав в Сочи уже в пятый раз, инвалиды по зрению отмечают, что передвигаться по городу им стало гораздо легче. Мы были как раз в марте, когда были Паралимпийские игры, конечно, все эти условия, которые сейчас созданы, скажем, ну, та же тротуарная плитка, те же электрички сделаны, те же озвучены, все. То есть это, конечно, ну, большое подспорье и намного удобно. Где-то по Брайлю появились лифты, где-то Брайль появился, где они могут прочитать, что о чем написано, получить информацию. Сегодняшний матч Москва-Чечня завершился со счетом 4-0 в пользу столицы. Закрытие же чемпионата состоится 5 ноября. Затем сборную России ждет серия международных турниров. Впереди Кишинев, Греция и Италия. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.